я приветствую вас мои дорогие 8 апреля 2019 года это рубрика видео философские беседы с любомиром и с вами я мастер любомир богоявленский в этой категории видео я сочетаю в себе свои два высшие образования и выступаю с вами как психолог по первому высшему психологическому по второму высшему филологическому образованию я часто выступаю как учитель английского языка вернее функции переводчика ну и в первую очередь учителя иностранной литературы потому что моя профессия по второму высшему звучит как a teacher of english and foreign literature учитель английского языка и иностранной литературы на украинском языке зарубежной литературы я строю эти теологии на основании классической литературы либо какой-то философской мысли какого-то текста на английском языке который мне очень сильно понравился вам его спонтанно перевожу и даю свои комментарии потому что в этом видео я выступаю как житейский философ именно философ тот который философствует о жизни а психологии других людей мои дорогие сегодня как учитель иностранной литературы я вам зачитаю очень интересную басню один из самых известных и величественных гениальных писателей которые писали гениальные басни на постсоветском пространстве это конечно же был иван крылов я вначале прочитаю его гениальную басню а дальше дам свой комментарий волк и ягненок у сильного всегда бессильный виноват тому в истории мы тьму примеров услышим но мы истории не пишем а вот о том как в басне говорят ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться и надобно ж беде случится что около тех мест голодный рыскал волк ягненка видит он надо вычу стремиться но делу дать хотя законный вид и толк кричит как смеешь ты наглец нечистым рылом здесь чистое мутить питье моё с песком и силом за дерзость таково я голову с тебя сорву когда светлейший волк позволит осмелись я донесть что ниже по ручью от светлости его шагов я на сто пью и гневаться напрасно он изволит пить я мучить ему никак я не могу поэтому я лго негодный слышно такая дерзость свете да помнится что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагробил я этого приятель не забыл помилуй мне еще и от роду нет году ягненок говорит так это был твой брат нет братьев у меня так это комыль сват и словом кто-нибудь из ваших же роду вы сами ваши псы и ваши пастухи вы все мне зла хотите если можете то мне всегда вредите но я с тобой за их разведаюсь грехи то есть расквитаюсь ах я чем виноват молчи устал я слушать досуг мне разбирать вины твое щенок ты виноват уж тем что хочется мне кушать сказал и в темный лес и огненка поволок конечно иван крылов и величайший гений просто величайший как и много великих величайших гениев есть в мировой литературе ну я сам украинец у меня украинское высшее образование я окончил в 2015 году второе высшее получил его национально-педагогическое русском университете имени драгоманова города киева и для нас русская литература это естественно иностранная мировая литература итак мы начинаем анализ усильного всегда бессильный виноват тому в истории мы тьму примеров слышим абсолютная правда сколько святых угодников божьих ни в чем не виновных были для сильных мира сего виновными грешниками и их убивали и мучили ни за что ни про что посмотрите на правосудие которое есть в наших странах на если человек совершает преступление например убийство либо какое-то еще злодеяние из бедной семьи то к нему идет самая жестокая строгость тяжкая строгость но есть ли совершает сын или дочь преступление очень не богатого человека тот это не правота начинает казаться в наших странах часто правотой и они выходят к сожалению довольно часто сухими с воды потому что у нас к сожалению вновь повторяю словами гений ивана крылова усильного всегда бессильный виноват и так если человек сильный физически либо материально то часто он может искать ягненка а зла отпущения которого он будет мучить которому будет безнаказанно творить зло эти истории в нашей жизни как на физическом так и на психологическом уровне часто начинают все более и более распространяться но не постоянно всю историю есть это так называемый моббинг психологический террор который в школах наблюдаем либо в коллективах рабочих когда часто невиновный человек становится объектом психологической травли потому что у него нет силы постоять за себя и бороться со всеми окружающими либо буллинг это школьная травля психологическая травля которая сопровождается даже физическими часто избиениями агрессии к жертве и человек может быть абсолютно невиновен но это происходит почему потому что у нас психология такова что сильный всегда прав сильный либо материально либо физически например считаем дальше ягненок в жаркий день зашел к ручью на птица и вот волк пришел и волк захотел его съесть сотворить скажем ну в нашем мирском понимании злое деяние потому что у басни очень идет интересный момент здесь животные идет как будто аллегория они превращаются понимаете они превращаются именно в людей и говорят словами сейчас секундочку я смотрю да здесь идут приемы аллегории еще первый эзоп использовал эти приемы то есть аллегория проявляется в том что животное символизирует собой человека наделяется человеческой речью и определенным психологическим поведением вообще интересно маленькая ремарка отец басен фактически это великий гений зоб это шестое столетие до нашей эры давняя греция почему зоб фактически создавал эти басни потому что он жил вообще в тяжкое время он был рабом арабам нельзя было иметь свою точку зрения и возникла трагедия целая в азопа он умнее своих хозяев рабовладельцев например рабовладельца и вот он не может сказать свою точку зрения и мысль у него нет права как в этом безумном несправедливом мире выжить было человеку умному рабу и он начал создавать басни которых был огромный психологический смысл животные говорили вот эти слова речи это была проза кстати вот волки и огненок это первый кто написал это конечно был азоп и иван крыло просто в рифмованную форму эту басню написал рифмованно создал уложил смысл психологически близким на нам славянам первую очередь вот мы видим что волк этот человек имеется ввиду хищник до борзой бандит либо богач человек очень циничный ему просто хочется уничтожить совершить преступление невиновного человека ягненка что он делает он начинает рационализацию то есть он придирается к невиновному человеку он пытается добиться двух таких маневров первый чтобы найти рациональную причину за что же ягненка нужно убить что он плохой что он такой сякой вот там ты в воду он пишет обвиняет его как смеешь ты наглец нечистым рылом ягненочка рыло нечистое вроде бы да то есть клевета здесь чистое мучить питье мое он как бы его хотя это не его река значит и за дерзость таковую голову с тебя сорву он же осмеливается так нежно говорит ему что ваша светлость это князей называли вот этих панов дворян значит что я шагов на сто от вас пью эту воду и они ну как бы еле касаюсь и мутить никак не мог я и ниже при том поручу и дальше начинается значит он прискипывается к нему поэтому я лгу то есть второй момент он хочет вынудить этого ягненка вступить в конфликт если ягненок ему нагрубит в ответ за правду да проявит эмоции какие то вот это будет аргумент второй как бы да что он провел себя агрессивно он плохой то есть видите хищник который 200 миллион раз не прав начинает на невиновного человека сводить клевету чтобы в глазах общественности социума так все подстроить что вроде бы сам этот человек виновен в том что хищники его убьют и чтобы быть красивым в глазах окружающих ну и дальше волк пытается всеми способами сделать козлом отпущение этого бедного ягненка что там он должен расплатиться за каких-то его сородичей вот за поведение каких-то там охотников кого угодно либо пастухов и что они хотят зла пастут псы ваши пастухи зла хотите все мне значит и я разделаю с тобой ты ответишь за их грехи а также он говорит что это ты мне в прошлом году нагрубил хотя ягненка еще в прошлом году в живых даже не было то есть еще не родился и когда ягненок ему отвечает что причем же он здесь волк наконец-то раскрывает свой ключевой мотив он говорит о том что ты виноват уж тем что хочется мне кушать и после этого он по волок ягненка невиновного в лес то есть что это означает мои дорогие это означает печальную психологию нашего общества мы никак не научимся быть людьми мы никак не научимся прощению милосердию состраданию к близким и к чужим людям мы часто привыкаем к этому принципу что сильный всегда прав но поверьте что сильный в плане денег либо физически не всегда прав и часто так случается что невиновного человека клевещут обвиняют и доводят до суицида либо до сумасшествия либо просто хищник уничтожает у меня такие ситуации были в жизни когда меня как гея побили после этого пытались вот как этот волк еще вынудить какие-то агрессивные реакции в ответ заслуженные чтобы потом мною обвинить напасть вот и добивать только потому что во мне ощущали сильного конкурента соперника умного человека подали тому подобное что тогда в этой ситуации нужно делать молиться высшим силам поэтому есть как психотерапия я как психолог дипломированный скажу магия и эзотерика вот эти заговоры обряды это мощная психотерапия понимаете когда ты видишь что свершается незаслуженное зло и ты начинаешь отчитывать молитвы ты ничего не может этому злому человеку сделать этому волку хищнику но когда ты начинаешь проговаривать эти обряды когда например я беру фотографию фотографию человека который мне сделал зло я ложу на нее свинячьи сердце я беру иглы да я начинаю прокалывать это сердце иглами и говорить это тебе хищник волк проклятый либо волчица проклятая но не дословно за то что ты свои паскудные зубы агрессивные у меня мастера любомира ванзал или ванзала это тебе волчица проклятая или волк проклятый за то что ты своим языком паскудные слова обо мне мастере любомире говорил или говорила это игла все твои проклятия порчи незаслуженные тебе возвращает на твою голову а вот это игла пронзит твое свинячьи сердце свинья ты тупорылая негодяйка мразина проклятая сволочь ни деньги тебе не бандиты никто не поможет перед высшей силой и справедливостью но я очень редко соглашаюсь проводить эти обряды своим клиентам когда я делаю расклады таро я вижу что человек оказывается в роли вот этой овечки вот-вот волку тащит и потом я беру это сердце фотографии этой негодяя или негодяйки иду в туалет старого образца я беру палку я в эту вот понимаете в это тюрьмо я эту фотографию сердце вот так палкой туда запихаю и потом люди извините срут на эту фотографию это сердце свинящее но гниет такая психотерапия вы знаете такая психотерапия она так помогает она так реально облегчает не только мне к мастеру моим подопечным кому я проводил это реально это высшее высшее благо мне авторские обряды там понимаете мощные вот для чего нужна белая и черная маги это черная магия но она абсолютно справедливая и вот потому я есть автором и соавтором книг как по белой магии так и по черной магии без сомнения вот ну не буду говорить о своих проектах которые я потому что рука луна не щас зависла в воздухе вот для этого нужна магия мои родные и вот эта магия эта психотерапия она помогает отчаянным человек не идет в петлю не вешается после этого он хочет дальше жить а тому хищнику волку понимаете идет высшее справедливость его как по голове так палкой бабахнули раз-второй и все это зло хищничество этому волку и обращается назад вот с помощью майки и я могу себя овечка по своей натуре добрая милая овечка я помогаю своим овцам клиентам несчастным магически чтобы немножко вот этого этих волков понимаете этих негодяев усмирять я редко когда занимаюсь черной магии в плане порчи всего но вот эти обряды я в этом видео говорю то есть это чему я веду если вы овечка и волку на вас напал тут нужна магия нужно 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 это психотерапия верите не верите но она реально очень помогает духовно психологически она спасает реально людям жизни мои дорогие и потому я мастер вручники работаю светом и с тьмой одновременно чтобы помогать людям я конечно же психолог дипломированный знаете что молитву высшие силы слышат и там на небесах там для высших сил там все по-другому оценивается если на невиновного человека насылается порча тут высшая сила там весы из таки знаете как чаша весом она когда мастер паса насылает порчу на человека по черной магии человек невиновный понимаете совершенно да вот как бы ему нужно долго еще жить у него свои миссии задачи стоят и высшая сила эту порчу что мастер насылает незаслуженно ложат на эти весы есть заказчик этой порчи и свешивают ага это абсолютно несправедливо этот человек имеет свои задачи и миссии он не должен умирать и погибать и тогда сразу срабатывает астральная молния обратный удар он бьет по мастеру по клиенту мастер может специальными методами отводить эти обратные удары но я не верю в эту отводку что это на сто процентов так все равно срикошетит как-то ударит меньше сильнее ну как-то ударит что такое случится с этим мастером который творил зло потому что все это мире имеет баланс ну а если ситуация что это как вот с этой басни крылова это волк хищник который убивает человека допустим этих сердец как я проведу так оно вот такими мастральными ударами как бы бахнет раз второй поэтому волку и хищнику и сразу он перестает быть уже хищником и волком либо негодяйкой волчицей все вдруг сразу меняется для этого нужна магия для этого нужен я как мастер ваш любомир богоявленский будьте мудрым не подобляйтесь волком в овечьей шкуре да потому что говорю христос волки в овечьей шкуре есть еще те люди которые там религиозные проповедники церковные деятели батюшки которые являются вроде бы овечки а внутри суть волки хищные по плодам их узнаете их а есть те люди которые вроде как волки да а у них поступки дела овечек не знаете кто же кто есть кто используйте гей таро черта мистический путь гейли таро черта любомира богоявленского и сразу видите кто каким чертом бесярой то каким одержим ваш любомир богоявленский